А на очередном заседании законодательного собрания 24 ноября областные парламентарии обсудили ряд новых правовых норм. Ключевыми моментами стали вопросы наказания водителей, чьи авто мешают вывозу снега из дворов многоэтажек. Решение квартирного вопроса детей-сирот рассмотрели также депутаты, а кроме того, отмену транспортного налога для определенной категории лиц. Какие поправки в региональный закон рассмотрели депутаты, узнал наш корреспондент. Зимой, когда приходит время убирать снег, проблема припаркованных, где попала во дворах машин, обостряется еще сильнее. Ведь для расчистки проездов используется крупногабаритная техника, и подчас неопределимым препятствием для ее работы становятся припаркованные авто. Хозяев машин заранее предупреждают об уборке и просят убрать машины, но далеко не все автовладельцы реагируют на эти требования. Таких решено наказывать. Для этого необходимо дополнить 35-ю статью регионального закона об административных правонарушениях. Реальных механизмов ССЖ влияния на этих людей абсолютно нет. Как житель города Твери, постоянно видящий, что происходит во дворе моего дома, я считаю, что закон своевременный. Таких нерадивых собственников, а это, как правило, один или два в доме, который плюет просто на всех, необходимо создать механизм влияния на таких людей. Также вопрос стоит и об урегулировании мест для стоянок электросамоката в городе. Зачастую их бросают на остановках и даже клумбах. За это могут начать наказывать владельцев электротранспорта. В обоих случаях это нарушение правил благоустройства. Штрафы от 500 рублей. Для граждан, должностных лиц до 20 тысяч, для юридических до 40. Еще важный вопрос для региона – повышение расценок на патент на работу для иностранцев. Когда-то наш регион, он был, ну, первое место занимал. В 11 регионах Российской Федерации стоимость патента выше, чем в Тверской области. Несмотря на то, что на комитете разные предложения высказывались, члены комитета поддержали данный законопроект, внесенный губернатором Тверской области. Повышение стоимости, по мнению парламентариев, может уменьшить количество рабочих мест, занимаемых трудовыми мигрантами. Еще одна инициатива, рассмотренная депутатами законодательного собрания – это поддержка детей-сирот, а именно предоставление жилого помещения. Было предложено выдавать в такой категории граждан сертификат. Законопроектом предлагается два варианта реализации жилищного сертификата. Первое – это приобретение жилья в собственность с возможностью использовать собственные средства, средства материнского капитала. При этом денежные средства перечисляются напрямую продавцу жилого помещения. Второе – это погашение части целевого кредита при условии полного погашения остатка задолженности по кредиту социальной выплатой. Предполагается, что претендовать на сертификат смогут граждане старше 23 лет при наличии трудового стажа не менее года и не имеющей судимость. Еще одна мера поддержки, которая обсуждалась – это отмена транспортного налога на легковое авто для героев Советского Союза и России, кавалеров Ордена Славы и членов их семей. Также в ходе заседания были назначены мировые судьи трех участков. Председатель законодательного собрания Сергей Голубов вручил им удостоверение. Спасибо. 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 Спасибо.